Оглядываясь назад, можно сказать, что 2022 год не был удачным для Болливуда с точки зрения сценариев и кассовых сборов. Широко разрекламированные высокобюджетные фильмы с треском провалились, поставив знак вопроса против привлекательности и обаяния так называемых суперзвезд киноиндустрии, которые даже не смогли собрать приличную коллекцию за первые выходные. Стало понятно, что без сильного сценария аудиторию не заманить в кинотеатры одним лишь звездным именем. 2022 год запомнится прежде всего жесткой конкуренции со стороны южноиндийских фильмов на языках Тилу, Гуканна, Датамильском и Малайалам. Они обрушились на Болливуд как цунами и поглотили всю нацию своими новыми идеями. Рядом ревет Революция, Кантара, Пушпа, Картикея 2, Золотые прииски, Калара, Глава 2, Викрам, Майор, Сын Кавери, часть 1 и Ситарам оказались большими блокбастерами. Конкуренция для фильмов на хинди усилилась за счет контента на платформах ОТТ, доступного на английском, хинди и региональных языках. Поскольку они предлагают широкий выбор проектов, люди не горят желанием ходить в кинотеатры, только если создатели не предлагают им чего-то захватывающего. Зритель сейчас не против подождать несколько недель, чтобы посмотреть то же самое на досуге с экрана своего ноутбука или телефона. Более того, на платформах стали выпускать отличное кино, и это также изменило отношение зрителей к большому экрану. Несмотря на все эти аспекты, некоторым фильмам Болливуда удалось оставить свой след и сделать год незабываемым. Режиссер Санджайли Лабхансали снял блестящую историю мумбайской проститутки Гангубаи Кадхиавади, которая затронула струну в сердце каждого зрителя. Захватывающее видение режиссера Раджамоули подарило зрителям умопомрачительную драму «Рядом ревет революция». «Видимость 2» режиссера Абхишека Подхака сохранила острые ощущения и напряжение первой части. И хотя это был ремейк суперхита на Малая Лам, игра и блестящий актерский состав были большим плюсом. Год был отмечен многими триллерами, и этот жанр, кажется, набирает большую популярность, поскольку свет увидели фильмы и веб-сериалы, основанные на криминальном жанре. «Моника. Дорогая», «Вновь», «Удачи Джерри», «Любимые» и многие другие. Это был хороший год и для актрис. Многие вышли из зоны своего комфорта и сыграли разные роли. Алия Абхат еще больше укрепила свою позицию двумя невероятными фильмами. Сыграв роль в Гангубае Катхиаваде, она очень убедительно исполнила роль жестокой жены в «Любимых». С этим же фильмом она стала продюсером, запустив собственную продюсерскую компанию Sunshine Films. Потом еще Алия снялась в двух больших фильмах года. «Брахмастра. Часть 1. Шива» и «Рядом ревет революция», хотя в последнем она сыграла лишь небольшую роль. Видия Балан сыграла блестящую роль в фильме «Пляска». Нина Гупта также провела отличный год с запоминающимися ролями в драмах «Высота» с Бомоном Ирани и «Прощай» с Амитабхом Бачаном. Она также была превосходна в двух веб-сериалах «Панчаят 2» и «Масаба». У «Тапси Пану» вышло пять релизов, и она продолжила свою историю успеха, отыграв разные роли. От криминального триллера вновь до биографической драмы «Шабаш Митху» и комедийного триллера «Бесконечный цикл». Табу в очередной раз доказала свою универсальность и бесподобный талант в «Видимость 2» и интересной двойной ролью в «Лабиринте 2». Сюрпризом года стала суперталантливая Сакши Танвар, вышедшая из рамок своих обычных добрых героинь и сыгравшая мстительную мать в остросюжетном веб-сериале «Майи». Матхури Дикшит не могла и мечтать о лучшем дебюте на УТТ, чем интригующий веб-сериал «Игра в знаменитость». И она была прекрасна. Молодыми актрисами, заслуживающими слова признания, стали Трипты Димри в «Кале», Джанви Капур в «Удачи Джерри», Алая Эф во «Фредди» и дебютантка Авантика Дасанни в веб-сериале «Митья». Среди актеров Акшай Кумар совершил пять провалов подряд, создав своего рода рекорд. Притхвирадж, Бачан Пандей, Ракша Бандхан, Рамсету и Марионетка. Ранвир Синг тоже подарил зрителям два худших фильма этого года – «Джейшбай Могучий» и «Цирк». Он больше сосредоточился на поддержке некоторых брендов и участии в активных рекламных мероприятиях, чем на своих ролях. Амир Кхан потратил много лет на то, чтобы получить права на ремейк Фореста Гампа и усердно трудился над созданием Лал Силх Чандха. Но зрителям индийский вариант не понравился, и фильм стал полной катастрофой. У Салмана Кхана случилось неудачное появление в фильме «Крестный отец» с участием Чарандживи, а у Шахрук Хакхана было несколько эпизодических ролей, одна из которых в «Брахмастре» принесла ему признательность зрителей. Ранбир Капур провалился с Шамшерой, но быстро реабилитировался в «Брахмастре». Варун Тхаван был хорош в ужастике «Волк», но раздражал в долгой жизни и богатство. Дуэт Саифа Аликхана и Рити Карошана не смог воссоздать магию своих коллег Мадхавана и Виджая Сатупати в хинди-ремейке «Векрам Ветха», и фильм не дотянул до тамильского оригинала. С другой стороны, у Амитаб Хабачана вышло пять релизов, и он был великолепен во всех фильмах. Его страсть к экспериментам и новым ролям не ослабевает и вызывает восхищение. Аджай Девган выпустил суперхит «Видимость 2» и получил высокую оценку за свои небольшие, но важные роли в фильмах «Рядом ревет революция» и «Гангубай и Катхеавади». Его режиссерская работа в «Полосе 34» тоже была хороша. «Виджай Верма» стал сюрпризом года благодаря великолепной игре в любимых. Песни из фильмов, которые были неотъемлемой частью хинди-кино, за последние несколько лет полностью отошли на второй план. Сейчас они используются только как танцевальные номера, чтобы создать ажиотаж перед выпуском фильма. Посмотрите, что сделали создатели фильма «Патхан». Не важно, что первые две песни из этого фильма собрали кучу негатива, зато они произвели настоящий фурор и получили рекордное количество просмотров на YouTube. 2023 год манит нас множеством надежд и ожиданий от киноиндустрии. В прошлом году Болливуд многому научился, но усвоит ли он эти уроки, еще неизвестно. Будет ли индустрия продолжать потворствовать звездной системе, или актеры, играющие сильных персонажей, возьмут на себя ответственность? Будут ли громкие имена продолжать борьбу за праздничные выходные, или у них хватит смелости завоевать аудиторию только своим талантом? Смогут ли региональные фильмы продолжить свое влияние и конкурировать с Болливудом? Будет ли хинди-кино также придавать первостепенное значение сценарию и сюжету, или просто продолжит серию сиквелов, ремейков и биографических фильмов? Поживем, увидим. С вами была Мила, до новых встреч! Продолжение следует...